Рок-группа Minus One представит Кипр на 61-м конкурсе Евровидения, который в этом году пройдет в Стокгольме. Недавно была презентована песня, с которой группа будет выступать на конкурсе. Называется она Alter Ego. И сегодня нас пригласили за кулисы музыкальной площадки, где группа готовится к международному конкурсу. Мы работали каждый день в студии, и это все было хорошо, я думаю. Alter Ego, все могут переводить это разнообразно. Это такая личная личность, что ты находишься в себе, что ты не знал, что это существует до того, что любовь и любовь есть. Причина между любовью и любовью, и как мощный любовь есть. Я думаю, что это происходит от Alter Ego, лично. Minus One – одна из самых известных рок-групп на Кипре. На протяжении шести лет этот музыкальный коллектив успешно выступает как на острове, так и в других странах. И пользуется большой популярностью. Я люблю динамику, я люблю факт, что рок-музыка дает тебе свободу. Ты просто «бан» на все, и это очень мощное и энергетическое. Мы начали около шесть лет назад. Идея была сделать что-то разное, потому что мы не могли найти регулярную музыку в неделю, в неделю, в неделю. Это было на маленьких недельах, и это было от того, что люди хотели это. Международный конкурс Евровидения проходит с 1956 года и является культовым музыкальным событием. В конкурсе участвуют более сорока стран. Общая аудитория этого мероприятия – почти 600 миллионов зрителей. Это огромный аудитория, огромный аудитория, который perfect for us, because that's what we're trying to do. We're trying to promote also the country, but also our work. You have to be responsible and make the best you can. Однако путь на сцену Евровидения для Minus One стал сложной математикой. В 2015 году они уже были финалистами кипрского национального отбора с песней Shine. Все же предпочтение тогда отдали Янису Караянису. Он прошел в финал, но занял лишь 22 место. Что ж, в этом году Кипр делает ставку на качественный рок. Ольга Ксенари, Роман Бычков, Максим Акулов, Кипринформ.